Всем огромный привет! Сегодня у меня будет распаковка, так можно сказать, о, пушинки, летает тополь, второй части посылки, то есть рандеву, которую я показывала в прошлом ролике. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите прошлый ролик. И сегодня мы распакуем жемчужины от LALIC. Кстати, хочу сказать, что на бренд LALIC сейчас скидка 30% на рандеву. Общая скидка там до 50%, а вот именно на LALIC 30%. Плюс я, естественно, оставлю, как обещала, свой новый промокод. И даже если вы делали заказы в прошлый раз, то вы можете в этот раз снова заказать и использовать новый промокод. Он вам добавит еще 10%. Эта скидка будет суммироваться со всеми скидками на сайте. Потом я еще себе заказывала вот такие пробнички. Сегодня я расскажу про Барри де Сандейст и Орлов Берлин Дизайя. Мне очень нравится то, что на рандеву огромное количество пробников. И они добавлены практически к любому аромату. Плюс еще есть и тематические аромабоксы, уже заранее подготовленные. Допустим, в качестве примера я показываю аромабоксы Сержа Лютанца. У меня уже несколько таких аромабоксов. Это очень удобная штука. И вообще я больше нигде такой услуги не вижу. Там на разные вкусы собраны вот эти аромабоксы. Вы можете посмотреть отдельно. И на вот такие пробнички 25% скидка сейчас. Ну и плюс мои 10%. Вот. Так, что я хотела вам рассказать про жемчужины Лалик. Они у меня... Их у меня никогда не было. Но я периодически к ним подходила. То есть мне, в принципе, это направление нравится. Иногда вот это такое... Я не часто такое ношу. Но со временем, наверное, как-то я созрела. Хотя ранее у меня были ароматы, которые так или иначе звучат от парфлюбителей в связи... Ну, в общей такой связке. Но я считаю, что жемчужины это немножечко все-таки другая история. Я сейчас прежде всего говорю об Эль Эвсен Лоран. И, конечно же, о Миднайт Пойзон. У меня есть... Кстати, хочу показать, что у меня есть еще... Еще пока есть. Я надеюсь, он найдет своего ценителя. Миднайт Эликсир. Этот аромат я бы не стала бы сравнивать с жемчужинами. У меня вот полфлакончика. Это буквально, знаете, такая роскошь, какая-то загадка. Действительно, наверное, немножечко такой колдовской, ведьмовской аромат. И, соответственно, я его даже как-то не боялась, и мне его было жалко носить всегда. А жемчужины Лолик – это повседневная, мне кажется, штука. И очень хороши они осенью. Вообще, его прелесть вот окончательно для меня раскрылась. Прошлой осенью была золотая такая осень. Все было вот в этих оранжевых листях. Давайте вначале откроем. Ветер поднимается. Мне нравится рандеву тем, что там всегда исключительно оригинальная парфюмерия. И покупки всегда доставляют массу удовольствия. Никогда вы не получите никаких разочарований. Все будет отлично. Такая вот коробочка. О, уже издалека почульками пахнула. Вот у меня флакончик 50 мл. Очень он недорого обходится. Если заказывать, кстати, и Эден тоже. Сейчас брызнем. В общем, что бы я хотела сказать. Я вообще, когда вспоминаю вот эти вот ароматы, я уже говорила, да. Элифсен Лоран, потом Миднайты. Оба причем. Но эликсир выбивается. Он все-таки с карамелью. И он такой с черными как будто бы ягодами за счет этого кажется. Я бы в одну и ту же компанию еще бы добавила портрет леди. Но это все... И вот жемчужный лолик. Но это все какие-то как будто бы разные ипостаси. И получаются совершенно разные образы. И жемчужины из них самый простой, на мой взгляд. Самый такой созерцательный. Не привлекающий к себе какого-то особого внимания. Разве только, может быть, ценителей роз. Как ни странно. Потому что этот парфюм на мне заметил знакомый. И ему очень понравился он. Именно тем, что он услышал в нем розы. Можете себе представить. Для меня все-таки больше аромат почульный. У меня еще и кошка ходит. А вот человек, который любит розы, услышал в нем розы. Но он любит такие розы, не вареньевые, знаете, типа вот эта роза безымянной земли у Байореда. Вот такое вот что-то. Ну, то есть розы такие больше спокойные, наверное, непышные. И започулиные, холодные. Кому-то они кажутся минорными. Но вот жемчужины Лолик, на мой взгляд, могут показаться минорными, если, то есть добавить какой-то к тоне, если вокруг и так все какая-то пасмурно, какая-то не очень приятная погода. А вот именно в сухой, солнечный, такой золотой день этот аромат смотрится просто потрясающе. Мне очень тоже нравится. Он легкий довольно-таки, но держится нормально. То есть он таким легким, тонким шлейфом, мне кажется, сидит. Вообще очень сильно погодозависимый, поэтому и отзывы такие разные. Ну, я еще раз говорю, что я давно на него смотрела. И вот в зависимости от того, в какое время года я к нему подходила, у меня были такие вот самые разные впечатления. Burning Desire Орлов, сейчас я брызнула. Это тоже, кстати, аромат для любителей роз. Но здесь уже роза более очевидная. Мне сразу же вначале, там, кстати, его сравнивают, и на фрагрантике я посмотрела, с Bright Crystal от Versace, потом с Miracle от Lancome. Может быть, если говорить просто о группе ароматов, их можно как-то объединить, но он не пахнет похоже ни на один из этих ароматов. Аромат, кстати, достаточно пряненький, то ли за счет имбиря, то ли тут кардамончик. Тут какие-то такие легкие пряности есть, и они чувствуются до самого конца. То есть, вот если вы любите такие оттенки, то прямо вам подойдет. Легкие, воздушные. Роза здесь не как с куста, а скорее даже, которую используют в косметике, в уходовой. Мне сразу же напомнился крымский крем с пудрой, с натуральной пудрой из лепестков роз. И вот там был такой оттенок. Ну, конечно, здесь капелька, может быть, типа личи, что-то такое кисленькое есть. Вообще аромат летний, воздушный, прозрачный, но держится очень хорошо. И вот эта вот пряность ему придает какую-то изюминку. Поэтому, если, в принципе, нравится вот это направление, вот таких легких розовых парфюмов, и розовых, и розных, то можно купить его, потому что он ни на что особо не похож. Знаете, как бы те, кто ищет то же самое, да, но с перламутровыми пуговицами, что-то в этом духе, да. Bayreda Sundays. Мне он очень нравился раньше. Знаете, я прямо балдела от этого аромата. И, прежде всего, от нотки, которая здесь есть, такая зеленая, она встречается исключительно в нишевой парфюмерии. Я нигде в люксе такого не слышала оттенка. Он такой очень своеобразный. И здесь вот цитрусы, вот эта сахарная вата, но я бы не сказала, что она какая-то ярко выраженная аромат. На мой взгляд, все-таки какой-то неролевый, зеленый, и чуточку сладковатый, но не более того. То есть какой-то вот яркой такой сладости, липкой здесь нет. И мне... Киса, ты пришла ко мне сюда мяукать? Иди, гуляй. Но немножко меня эта нотка все-таки напрягает. Я впервые услышала ее моду с мимозой от Вильгейма Парфюмерии. Тоже меня так очаровало, но там она вообще гипертрофирована. И я не смогла носить этот аромат Сандэйс. Пожалуй, наверное, тоже все-таки будет мимо. Хотя он мне очень нравился. То есть я потом... Я его пробовала несколько раз, и чувствую, что напрягает. Но аромат вообще интересный, если говорить о цитрусовых, о неролевых ароматах. Такой не винтажно звучащий. Он чуточку одеколонит, но самую чуточку. В общем, довольно-таки интересная штучка. Я себе хочу другой аромат. Тоже с таким же оттенком интересным. Мне кажется, это один и тот же химон. Но его просто по-разному в разных пирамидах упоминают. У меня будет ближайший, наверное, ролик. Это будут либо летние ароматы, либо посылка от моей подписчицы Оли. Оль, привет тебе огромный. Спасибо большое. И я там попробовала еще пять новых парфюмов. Ну, что-то перепробовала. С чем-то я познакомилась вот только впервые. И я расскажу о своих впечатлениях. Я хочу добавить пару слов вот об этих вот парфюмах. Роберто Верина. Женский и мужской. В общем, W название. А это не новые ароматы. Но я вот впервые с ними познакомилась. Мужской. Очень понравился моему мужу. И мне понравилось, как на нем пахнет. Это, знаете, такой апельсин полупрозрачный с пряностями. Он, говорит, похож на напиток какой-то очень давний. Iron Brew. Я уже не помню, как он пахнет. Но какой он на вкус. Ну, в общем, действительно что-то такое. Вот можно в стан каких-то коктейльных ароматов таких с пряностями цитрусовых отправить этот парфюм. Прикольный. И он, кстати, современно смотрится. Вот вообще, учитывая, что, по-моему, это аж 2000 года парфюм. Я была даже удивлена. А вот этот зелененький женский, это что-то на тему Bulgari Omni. Зелененькое, которое уже давным-давно снято. Вот если кто-то искал что-то вот в этом духе. Вот что-то вот похожее из этой же серии. Вот можно обратить внимание. Прозрачное, что-то такое, чуточку водное, чуточку каких-то вот этих вот древесностей такой. Вот знаете, ободранных веточек, растертых, растертой зелени, каких-то, может быть, лотосов. Ну, такие вот цветы неопределенные. Но пахнет хорошо. И то, и другое, кстати. Классные штучки, вот именно летние. Если вас заинтересовали какие-то парфюмы из ролика, либо аромабоксы, я оставляю все ссылки в описании под видео. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставляйте комментарии. До следующих роликов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок